Сегодня государство оказывает большую поддержку науки и его представителям. К примеру, финансирование научной сферы увеличивается с каждым годом. Ученые, в свою очередь, пользуются данной возможностью и работают в рамках развития науки в стране. В научную сферу идут только самые смелые и сильные духом. В последние годы наблюдается, что молодежь потянулась в науку. Люди науки в значительной степени ориентируются на мотивы нематериальные, социально значимые и личностные. Наука в целом приносит пользу государству, обществу. Если заниматься наукой, ты принесешь пользу не только себе, но и народу. Потому что сейчас наблюдается конкуренция между государствами. Какая страна лидирует в плане мировой экономики, та и считается сильнейшей. А для того, чтобы экономика была на высоком уровне, соответственно, необходимо развивать науку. Это главный фактор. Уровень сегодняшней цивилизации страны зависит от показателя развития науки и образования. В связи с этим в стране делается упор на развитие образования и науки. При поддержке главы государства в сфере науки за последние годы произошел ряд изменений. В частности, увеличились заработная плата ученых, меры поддержки молодых ученых, а также объем средств, выделяемых на развитие отечественной науки. Молодежь обязана заниматься наукой, потому что, если не заниматься наукой, намного сложнее защищать свое государство. Спрашивается, в чем связь? Элементарно, чтобы защищать, нужно оружие. Оружие состоится благодаря науке. Если нет развитой научной сферы, соответственно, нет и оружия. Согласно статическим данным, затраты на научно-исследовательские и опытные конструкторские работы значительно выросли с 2017 года. Согласно информационно-аналитической системе Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Если в 2017 году объем средств затраченных на эти цели составил 540 миллионов тенге, то в 2020 году этот показатель увеличился до 713 миллионов тенге.